Привет! Меня зовут Антон. У меня сейчас 35-дневный марафон похудения. Вчера я сорвался. Пошел я в шопинг-центр. Идем мимо фудкорта. Сестра говорит, о, посмотри, аперитив. И съел я вчера два куска пиццы. Два треугольника пиццы. Что я сделал после того, как я съел два треугольника пиццы? Я просто больше в этот день не ел ничего. И на сегодняшний день я скинул, я сейчас покажу свой вес. Вот такой. 76,6. У меня, знаете, у меня сейчас начинается такая небольшая, как не паника, а именно состояние внутреннее. Что я очень хотел достичь 75, хоть сколько? 75,9. Чтобы у меня денег было 75,9 хотя бы. Я хочу преодолеть вот этот психологический барьер для меня, когда я увижу цифру 75 на весах. То есть у меня до этого было 80. У меня это было вот 80. У меня держался вес 80, 79, 80, 81. Держался примерно полгода. Как же я хочу преодолеть эти, знаете, психологически для меня это будет потерял 5 килограмм. Пускай это даже будет 4,100. Но для меня это будет 5 килограмм. И для меня это уже будет вот такое... Я вздохну немножко, что да, 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 да. У меня нет вот этого, знаете, как очистил кишечек, вот у тебя 77. Ты не скинул 3 килограмма. Ты просто сейчас очистил все, что у тебя было внутри. А когда 75,9, уже вроде как вес настоящий пошел вниз. Что мне сказали вчера после моего публикации фотографии, до и после. Не было такого, ребят, это я 18 лет, а это я сейчас. У меня была фотография 2 года назад. 2 года, 4 месяца назад. Там, где у меня было 64 килограмма. И где у меня было, наверное, единственный раз в жизни, когда у меня были более-менее 6 кубиков, да. И то есть это очень достижимо. Я знаю, как это достичь. Но тогда я ходил в спортивный клуб по 2 раза в день. Плюс вот эта вот моя система похудания, на которой я сейчас сижу. Раздельное питание. Мне сказали вчера, хорошо написали, а хлестко написали. Вы знаете, мне вот такие комментарии, они мне сейчас очень в тему. Худая лошадь еще не газели. И это верно, потому что мне сейчас надо параллельно. Вот знаете как, я хочу увидеть низкую цифру на весах. Поэтому, когда ты вот теряешь вес, и тебе в принципе, я не сушусь, я теряю вес. Это разные вещи. Я не пытаюсь сохранить мышц, которых у меня в принципе нет. Я очень давно не занимаюсь спортом так. 2 года я не занимаюсь спортом регулярно. Я не хочу сейчас мышцы. Я хочу сейчас увидеть внизу цифру. Я хочу увидеть низкую цифру на своих весах. Но я понимаю, что люди говорят. И я хочу после 75, я буду усиленно начинать тренироваться. Я сейчас скажу 3 раза в неделю кардио уроки беру с тренером. Все замечательно. Но я начну усиленно тренироваться после цифры 75, когда я буду ходить каждый день в спортивный клуб. Да, я такой. Да, я знаете как. И вообще никак. Или уж если ты начал, то все 100%. Я такой человек. И я абсолютно точно буду не просто худеть. Я не хочу быть худой лошадью. Я хочу быть газелью. Поэтому я начну ходить усиленно в спортивный клуб после цифры 75. Потому что если ты худеешь, и я сейчас буду противоречить, я знаю, что я сейчас говорю неправильные вещи. Но для меня цифра внизу, низкая цифра на весах, это не столько, сколько физически. Для меня это психологически важно. Поэтому я понимаю, что если я начну ходить тренироваться, у меня вес пойдет медленнее, потому что начнется рост мышц. Рост мышц. Да, жир будет уходить, но мышцы будут расти. И вес пойдет медленнее. Для меня сейчас важно любой ценой достичь хотя бы цифры 70. Мне вчера расписали на женщина тоже одна. Боже мой, какие вы все философы. Я без сарказма. Какие вы все думающие люди. С негативом или с позитивом. Знаете, если на моем основном канале сдохни, пидор. Это негативный комментарий. Или Антош, ты очень креативный. Это позитивный комментарий. И я ценю и то, и то. Это точка зрения, которую я не то, что уважаю. Она имеет право быть. Это комментарии, публичный доступ. Я открываю комментарии. Все комментарии должны иметь место. Я не 100 долларов нравиться всем. Но здесь, на этом канале, даже негативные комментарии, а не позитивные комментарии. Люди критикуют мою систему голодания. Или критикуют мой вес. Или критикуют мой вид. Что-то такое. Но без конструктивного. То есть нет такого просто фу, пидорас. Все очень конструктивно. Просто я в шоке от того, насколько у нас комьюнити худеющих. Нельзя худеть в одиночку. Нельзя худеть в одиночку. Всегда помните об этом. Это гораздо... Вернее, можно сделать все. Но худеть в компании всегда легче. И мне приятно, что у нас наш вот клуб любителей пожрать, но очень красивых людей, он активный. Сейчас объясню. Я сейчас доведу к чему речь. Мне сказали, даже если ты будешь скидывать там по 200, поскольку там ты грамм себе наметил, у тебя к концу 35 дней ты скинешь 9 килограмм. 9 килограмм! Это буй! Я буду прыгать до потолка. Я знаю, я их скину. Но я знаю, что 9 килограмм... Мне надо-то скинуть всего 13. То есть 9, а там еще 4 кг, и я достиг своей формы, от которой я всегда мечтаю. О своем весе, о котором я всегда мечтаю. Понимаете? Поэтому для меня это вполне меня устроит, если я скину к концу 35 дней хотя бы 9-10, скажем. Я скину 10. Это при очень таком 5 недель по 2 килограмма в неделю. Вот вам десятка, да? А я скидываю даже больше, чем 2 килограмма в неделю. Поэтому все будет отлично. Справлюсь. Справлюсь, я знаю. Я это... Я справлюсь. Вчера я говорил насчет определенного цвета тарелки, когда я слышал вот эту вот теорию о тарелках. Цвета тарелки и количества поглощаемой еды. Психологические вот эти трюки, да? Трюк. Синяя тарелка. Мне поправили не черная, не белая. Синяя тарелка. Она психологически нас насыщает быстрее. Ну вот это вот какие-то вот были исследования. То, что я сказал, что после какого возраста жизнь заканчивается. 65 лет. Женщина, например. Кто-то уже старуха, которая сидит у окна и ждет своей смерти. Человек морально разваливается. Морально разваливается, разваливается физически. А есть 65. Люди, которые путешествуют нон-стоп. Которые выглядят... И вопрос не то, как они выглядят, а как они себя чувствуют. Они что, 65? Да я девочка. Бегают вон на танцы и прочее, да? И есть такие. И они живут дольше. И они живут их жизнь краше. Праздность, это еще один. Знаете, пожрать. Чревоугодие, это смертный грех. А еще один смертный грех, это праздность. Поэтому, что бы вы ни делали, обязательно что-то делайте. Когда мне вот не по возрасту или... Ну вот есть такие моменты. Одета не по возрасту, да? Или ведешь себя как молодая дурочка. Или что-то там еще. Кто устанавливает эти рамки? Кто устанавливает эти рамки? Почему мы должны... Я сейчас... Вот внутри у меня борьба со всеми вот этими социальными устоями. Когда ты перестаешь зависеть от общества, да? От общества. Зависеть. Когда, например, твое материальное благополучие не зависит от того, что о тебе подумают. Понимаете? Ты не можешь потерять работу. К примеру. Потому что если у тебя канал на ютубе, и ты в приказе сидишь. Пример такой, да? Тебе легче становится жить, тебе легче становится дышать. И я не хочу... И знаете, если я уже сказал А, я должен сказать Б. Если я веду на своем основном канале тот контент, выкладываю, то на это буду выкладывать другой контент, который также... Пусть он... Пусть я не хочу, чтобы общество за меня решало, в какие рамки возрастные, гендерные и прочие, мне я должен себя поставить, потому что так сложилось с столетиями и тысячелетиями, да? Я не хочу, не хочу и не буду. Я могу себе это позволить. И знаете, я себя каждый день освобождаю, вот свою голову я освобождаю от вот этого негатива социального. Люди очень осуждают. Люди осуждают на раз. Люди осуждают даже не думая, а пытаются... Вот ты высунулся на полголовы. Ну, блин, куда? Куда ты лезешь, да? Вот так общество поступает с нами. Я говорю, живите в рамках закона, но так, как не сдерживайте себя во всем остальном. Не знаю. У меня разочарование в себе. Разочарование в себе, что я сорвался. Не люблю срываться. Не хочу срываться. Не хочу я срываться. У меня еще одна проблема. У меня совершенно испорчен сейчас режим. Ложусь каждый день в 4-5 дак. Иногда я снимаю позу, например, как АСМР. Мне надо снимать ночью, чтобы вокруг была тишина, потому что все звуки с улицы, а итальянца очень кричащая нация, слышно моментально. А потом такая начинается мутотень, вырезать все лишние звуки, чтобы АСМР был спокойный и тихий. Ну, я сейчас настолько сбил себе режим, что я просыпаюсь в час-два, и мне нужно много дел успеть. Понимаете, да, я продуктивен ночью, да, я сова, но я понимаю, что я выгляжу плохо. В эти дни мне нужно просыпаться раньше, чтобы быть более продуктивным. Я знаю, для диеты это тоже архиважно. Здоровый, хороший, крепкий сон. И вот здесь у меня просто вот ох. Знаете, вхожу в состояние стресса. Но знаете, здоровый стресс еще никому не мешал. И что-то, как же вот эти вот насчет бодишейминга. Самый бескомпромиссный у нас критик полноты это Карл Эгерфельд, который громко во всеуслышание это говорит. И когда ему говорят, Карл, как ты можешь? Ты обижаешь чувства вот тех людей или что-то еще? Он говорит, вы поймите простую вещь. Это на Олексии, да, страшная болезнь. Страшная болезнь, никто ее не умаляет. В процентном соотношении умирает меньше людей. Там 2-3 процента в соотношении от того, сколько болезней несет полнота. Сколько болезней несет нам лишний вес. А когда лишний вес это плохо. А когда реально ожирение, это вообще невозможно. Понимаете? Вот думайте об этом. Думайте об этом, когда вы пытаетесь быть стройным, быть в своем вот правильном отношении. Индекс массы тела, это значит здоровое тело. Понимаете? Исходите из этого. Не важно, вот визуально, может быть, вы выглядите лучше пышкой. Вы также должны думать о своем здоровье. Я сейчас всех пытаюсь, я не пытаюсь никого вот шеймить. Да, ваши дела, живите как хотите. Но важно думать о своем здоровье. Я с огромной благодарностью вижу такой вот ответ от вас. Вот от вас. Потому что, когда ночью, каждый вечер, мне очень хочется кушать. И не просто хочется кушать яблок. Хочется вредного. Я просто, знаете, что я делаю? Я открываю вот любое свое видео. Я просто читаю, вот у меня в среднем 300-400 комментариев под видео. Я просто читаю одно за одним. Одно за одним. Одно за одним. И это мотивирует. Это мотивирует не жрать. Это мотивирует держать себя, вот, вот, держать себя. Я же не голодаю. Это просто меня тянет на вредное. И вот вы мотивируете меня так, ваши комментарии, как просто вот словами не передать, как меня мотивирует ваши комментарии. Я просто читаю и читаю, и читаю. И после 25-го комментария я закрываю YouTube, наливаю стакан воды и продолжаю смотреть свое кино со стаканом воды. Спасибо огромное. Вот честно, от всей души спасибо. А завтра у нас интересный день. Интересный день почему? Я вот говорю, должны быть два правила. Первое правило – овощи, фрукты, раздельное питание. Да, утром и белок вечером. И завтра давайте попробуем вот этот вот эксперимент. Значит, утром у нас ананас, в обед у нас клубника, ну или можно заменить киви, и на ужин у нас свободное блюдо. Что такое свободное блюдо? Вот на ваше усмотрение. Но исходите из того, что если вы ели вот весь день углеводы, такие вот, да, то вы можете продолжить это на вечер, ужин, я не знаю, потушить грибов с лук. Или вы можете съесть белок, но тогда нельзя его мешать с углеводами. Думайте, знаете как? Мне говорят, как ты будешь держать вес после того, как закончишь эти 35 дней? После того, как я закончу 35 дней, я буду исходить из этой системы. Углеводы утром, белок вечером. И три часа между продуктами. Не каждые три часа есть, а как минимум три часа между продуктами, которые ты ешь. По истечению 35 дней, если вы идете со мной шаг в шаг, вы должны сидеть на раздельном питании, как часы, понимаете? Для вас будет сложно съесть виноград с солями. К примеру, как мне было, например, нормально съесть раньше. Поэтому давайте попробуем, насколько мы ответственны, и думать о том, что в понедельник нам вставать на весы. Утром у нас ананас, в обед у нас клубника или киви, и вечером у нас свободное блюдо. Я не знаю, может креветок пощелкаете, да? Но думайте о том, что в понедельник на весы, и как вы будете себя чувствовать на следующее утро. Ребят, еще раз огромное спасибо всем за поддержку, огромное спасибо всем за комментарии, потому что это мой... Знаете, говорят, ты мотивируешь нас, а вы мотивируете меня не срываться и держать себя вот в рамках, понимаете? Как же я хочу к понедельнику 65 и сколько-то? Вот 65 ровно не будет, но 65 и сколько это будет? Я, блин, я не сдвинусь, я сделаю это. Я сделаю это. Ребят, я верю в вас, я верю в себя, мы справимся. Помните, самые тесные джинсы на дверку холодильника, и все, пусть это мотивирует. Лето, вот, у нас уже лето. Ребят, давайте будем красивыми. До завтра. Я всех очень сильно люблю.